Вчерашний день традиционно был щедр на подгон от рэперов новой школы. Два самых громких события это релизы пластинок Бульвара Депо и Гон Флада. Если про первого мы уже сделали видео, которое вы можете посмотреть на нашем канале, то про второго хотим мы поговорить только сейчас. Вуду Чайлд отсылка к одноименной песне Джимми Хендрикса. Вообще Гон Фладу свойственно отсылаться к рок-музыке Соединенных Штатов середины прошлого века. Например, трек Сахарный Человек это отсылка к треку Шугамэн, исполнителя Рат Ригиза. Новый же альбом необычен по-своему, он вывел Флада на новый уровень и сегодня мы расскажем вам про него. С вами канал Бивай Би Пи Эм, мы начинаем. Поехали! Встречайте, Music Bridge. Самый простой способ делиться музыкой между различными музыкальными платформами. Будьте на одной волне в один клик. Music Bridge. Уже доступно в App Store. Cornell.soul.slashmusic Зеркала и как делишки Этот трек – пределанная версия песни «Парк мечты навязчивого состояния» с альбома «Одиночные психические атаки». Флада сменил бит, и на этой музыке данный трек звучит еще лучше. В комнате полный зеркал. Нет никого, где бы я не искал. Куда не глянь, вижу только себя. Вообще, Gunflat на данном альбоме представил много интересных решений. Где-то он дважды использовал один и тот же бит. Плюс на самом релизе есть еще одна переделанная версия старого трека. Это акустическая версия трека «Как делишки». За звук гитары на данной песне отвечал Антон Докучаев, гитарист группы ЛСП. Как делишки у моей малышки? Алло. Как делишки у моей малышки? Флад недавно заявил, что хочет ассоциироваться в рэп-игре со словом «техничный». И первый трек подтверждает его способности в технике. Пусть и со старым текстом. «Могу пнуть это» и «I can kick it». Это два трека на один и тот же бит. Даже больше. Текст Саши в двух данных треках не меняется. Меняются только люди на фите. Оба гостя очень интересные личности. Один из них – Айсекс Ван, основатель Доп Клаба, товарищ и коллега Саши по объединению Янг Раша, который славится своей способностью быстро и технично читать рэп. Каждый куплет Айсека – это подарок для слушателя. Второй гость – канадский рэпер Бэйби Наумани, который является автором хита «Ла-ла-ла». Ганфлад не первый раз зовет на фиты иностранных артистов. Например, на альбоме «Boys Don't Cry» в треке «Мулабар» участвовал Трэп Сенсей, англоговорящий. В треке «I Can't Kick It» Бэйби Наумани сделал, на наш взгляд, дефолтный парт, однако парт, попев «Гонфлада», практически сразу заедает в голове, что, в принципе, неудивительно, ведь Саша умеет создавать хиты. Воздушный змей Данный трек сделан вместе с Таней Текис. Таня Текис, или же Татьяна Мургунова, певица из «Октобы», бывшая солистка поп-группы «Серебро». Она практически сделала себе подарок ко дню рождения, войдя на исходе 2017 года в состав «Серебра». После победы в кастинге девушка незамедлительно обновила страницы в социальных сетях, на которых блондинка фигурировала под фамилией Текис. В январе 2018 года продюсерская команда заявила, что официальный новый состав группы «Серебро» начинает свою работу. Причем часть заданий в кастинге придумывали сами солистки «Серебра». И Ольге Серебкиной, и Екатерине Кищук, а также сопровождающим конкурс с психологом, новая исполнительница понравилась дружелюбием, выдержкой и умением работать в команде. Помимо того, что Татьяна хорошо поет, она еще играет на гитаре и танцует. Сегодня группа «Серебро» уже распущена, и Таня Текис отправилась в сольное плавание. По неподтвержденной информации, она состоит в довольно близких отношениях с Гон Фладом, что придает треку еще большей атмосферности. По стилистике данный трек походит на альбом Флады «Хайласт». Он также посвящен взаимоотношениям и девушкам. Стиль песни отсылает нас к старому творчеству Саши, и это круто, ведь данный релиз делает ретроспективу, что не может не зайти фанатов. Ну и припев от Тани, конечно, тоже выше всяких похвал. «Вкус яда». Это совместный трек с другом Флады, Сайром, участником объединения «Glam Go Game». Трек получился вполне в духе их совместного альбома «Принцип суперпозиции» и является мелодичным повествованием и несправедливый стрифарш в нашем бренном мире. «Мегатонна» — это косяк марихуаны. Флада использовал такое сравнение в треке «Hellfire Club» с альбомом «Обезьяна в офисе». В «Мегатоннах» измеряется энергия взрывозаряда, которая может переноситься ракетой. Часто ракетами называют джойнты. По ком звуне «Колокол» — это роман Эрнеста Хемингуэя, видимо, одного из самых любимых писателей Саши. Трек не такой уж заметный среди множества песен с пластинки, однако фанатам «Принципа суперпозиции» он однозначно зайдет. «Алмаз сознания» — совместный трек с Томасом Мразом. Интересно, что настоящее имя Томаса — «Алмаз», что сильно перекликается в названии трека и служит некоторой пасхалкой. Трек посвящен поиску вдохновения и пути творчества в жизни артистов. Излюбленная тема Саши. Есть и некоторые отсылки к трекам его друзей. Сотарит цветы, ответ на вопрос найдешь внутри, невидимка может засиять. Это отсылка к треку Флиппер Флойда «Призрак», в котором поется о человеке, идущем к своей мечте, несмотря ни на что. Он готов многое потерять, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Он и есть невидимка. Саша подтверждает эту мысль. Вход в пещеру тайных знаний закрыт камнем, как же попасть в нее? Ключ закрыт во мне. Многие задаются вопросом, как мне прийти к успеху, однако никакого секрета нет. Нужно найти некую внутреннюю опору и верить в себя и в свое дело. Тогда будут приходить идеи, как стать лучше и успешнее, чем сегодня. Пар Томаса Мраза достаточно стандартный, особенно не выделяется на фоне его остальных треков, однако полностью попадают в стилистику и трека, и всего альбома Флады. 3.55 и Святой Грааль. Мы решили объединить эти два трека в один пункт, не только потому, что они оба сделаны при участии Кейкбоэн, также друга и товарища Флада и участника объединения Глэм Гоу, но еще и потому, что эти две песни очень похожи друг на друга по стилистике и не несут в себе и каких-то крутых отсылок и пасхалок. Про эту песню Гон Флад сказал следующее. Я прошу заметить, что это четверть часа до 4.20, и мы снимаем клип на это прямо у нас дома. Мы живем с Кейкбоем в одной хате, снимаем клип, так сказать, поэтому будет круто. Святой Грааль – деталь из истории про короля Артура, но это, пожалуй, все, что можно сказать про отсылки в данном треке. В остальном это отличная работа, технично сделанная Александром, с припевом от Кейка, который быстро заедает в голове. Вуду и Вусап. Также два трека, объединенных в один пункт. Они достаточно короткие, и в контексте стилистики альбома они показывают новый стиль Флады, который полюбился ему после альбома «Одиночные психические атаки». Это почти что трушный рэп старого закала, и звучит из уст Фладу, он очень и очень круто. В данных песнях Флад отсылается как к своим старым трекам с альбома «Прилунение», так и к другим рэперам. Например, в треке «Вусап» есть отсылка на трек группы «Контейнер». Чё-то чётко слышно, как соседний Мерси курит. Нортоприм небес, он очень мокрый, кент игрок взрывает колбу. Саша выказывает уважение рэперам старой школы. «Lame Shit 2». Данный трек Флад сам называет своим самым любимым на релизе. Это вторая часть одного из хитов с альбома «Boys Don't Cry» под названием «Lame Shit». Вторая часть этой песни имеет в себе отсылки к оригиналу, и в ней также, ну, просто убийственный флоу. Помимо прочего, Флад заявляет в треке, что его укусил Тупак. Мне трудно в это поверить, ведь такая техника и такой текст заставляют признать Фладу самым техничным рэпером новой школы. Тут без всяких сомнений. Два кусочка пиццы. Это, наверное, один из двух самых экспериментальных треков релиза, потому что это, по большому счету, даже не рэп. Ведь звук тут напоминает техно или даже хаос. В общем, любителям рэпа такое вряд ли понравится, но за смелость в экспериментах Саше точно летит респект. «Зелень» и «Soul Calibur Love». Два этих трека мы объединили в один пункт, по признаку того, что они оба были представлены в живом исполнении до выхода релиза. Начнем с первого трека. «Зелень» записана в привычном для Флада стиле и рассказывает про флекс деньгами, которые разрывают карман исполнителя. Техничный и стильный трек, который понравится фенам. Есть отсылка к «Нелета» и его треку «Любимка». Вот трек «Soul Calibur Love» это уже куда интереснее, ведь он очень личный и своей мелодичностью задевает слушателей. «В погоне за белым кроликом хронику паку свишер. А такая грамм...» В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» проводником и спутником Алисы является белый кролик. Из мифологии нам известно, что одном из своих аспектов белый кролик символизирует Меркурий, который в свою очередь выступает в качестве посредника, проводника между материальным миром и тонкоматериальной реальностью. Саша имеет в виду, что он, пытаясь отойти от скучности и повседневной реальности, прибегает к использованию хроники, психотропных веществ, которые пакуют свишер, бумагу для изготовления самокрутки. «Эканикул» — это музыкальный коллектив из двух участников группы «Копа в огне», известных сольных музыкантов и продюсеров «Супер Санья» и «Миша». Примечательно, что Флат уже респектовал группу «Копа в огне», переиначив припев их песни «В чем копа дело» в своем треке «Дело» с предыдущей пластинки «Одиночные психические атаки». «Soul Calibur» — это трехмерный файтинг для аркадного автомата, консоли Dreamcast и Xbox 360. Опять, это компьютерные игры, любимая тема Флады, которая органично вплетена в рассказы любви и творчества. Пацаны, вот этот трек точно не оставит вас равнодушными. Он второй, самый экспериментальный трек с релиза, который заставит вас испугаться. Главное — слушать его на полной громкости. Изначально это трек про дружбу и про пацанов, с которыми рос и вырос Флат. Трек начинается со спокойного мелодичного припева, но в куплете начинается жесть. Когда мы слушали трек в первый раз, чуть не словили инфаркт, потому что такие штуки, наверное, не проходят для психики бесследно. Однако в треке есть и другие отсылки, которые также посвящены фальше современного мира. В Бридже Трека цитируется книга Бодрияра. Книге «Симулякры» и «Симуляции» Жан Бодрияр дает развернутый анализ понятий «симулякры» или «гиперреальность», давно уже подшедших массовые обиходы, а также ряда других не менее интересных понятий. Книга подводит серьезную теоретическую базу под критику СМИ, общества потребления, рекламы, политической и экономической системы, современного искусства, детальной виртуализации и многих других аспектов современной жизни. К слову, книга цитировалась и появлялась в кадрах фильма «Матрица», откуда и получила приток популярности, и откуда, наверное, Флата узнала о ней. А на сегодня у нас все. Пишите ваше мнение по поводу данного релиза в комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и клацайте на колокольчик. Всем пока!